Продолжение следует... Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про початковий етап Другої світової війни. З нами історик Олександр Марінченко. Пане Олександре, я вас вітаю. Власне, перше питання. Традиційну дату початку Другої світової називають 1 вересня. З вашої точки зору, чи слід відштовхуватись саме від цієї дати? Ну, та дата, сомнительна, зо многих сторон. Ещё в 93-м году британский історик Лендейтен в своїй книге «Кров, пот і слези» о Вторій мировій війне подверг радикальній критикі цей подход, утверждає, що дату начала мирової війни, т.е. коли различні конфлікти на различних континентах, в различних уголках мира соединились именно в Единую мирову війну, можна считати якби точкою бифуркацію – це нападення Японської імперії на США. Тут дуже важливий критерий мирових війн, який дуже часто не учитывається істориками, публицістами, які пишуть на цю тему, це то, що мирова війна – це війна в тому числі і коаліція. А антигитлеровська коаліція, полноценно вже як антигитлеровська коаліція, це сложилось к 1 января 1942 року, т.е. коли був підписаний договор об'єдненних націй в составе 26 государств, в тому числі Советський Союз США і Великобритання, як главні гріки, і де були чітко розставлені приоритети в вопросі о том, в очередності розгрома государств, які були признані государствами-агрессорами. Було чітко заявлено о том, що приоритет отдається Германий, як самая главная угроза западной цивилизации, а японську імперію оставляємо на закуску. Іменно с цього момента ці ключові гріки починають синхронизувати боєві дійсві своїх військ, для того, щоб вести коаліційну війну слаженним образом. Т.е. проявляється проти государства СИП полноценна коаліція. Тому, якщо брати цей критерий, то 1 января 1942 року. Допустимо, якщо провести паралію з Первою мировою війни, там була ситуація другая. Коаліція, які вступили в війну, вони сложилися задолго до Первої мирової війни. Я маю в виду Ройственний Союз і Антанта. Там потом происходили определенні рокировки. Одні страни выходили, другие присоединялись, але полноценні коаліції з планами совместними війни сложились до 2014 року. Тому там Первая мирова війни, у неї не було такого, знаєте, временного лага, втягивання в мировой конфлікт. Він сразу начался как мировой. 1 сентября – Германно-Польська війна. Це, звісно, може прозвучати тривизіоністськи, але багато істориків на Западі, современний, той же Антони Бивор, британский історик, або український історик Андрій Галушко, автор книги «Змова диктаторів» про розділення Європи Гитлером і Сталином, чітко в одной із глав пишет, що в 1939 році почався европейський конфлікт, превратився в мировой через два роки. Тобто, грубо говоря, ці голоси не одинокі і в сучасній Україні. А чи є такі дослідники, які вважають, що, власне, Дорога світова війна почалась там не в 40-му, а не в 41-му, а раніше, скажімо, в 1938-му, коли був розподіл Чехословаччини? Що вам про це відомо? Діло в тому, що це, в принципі, коньок, я би так сказав, китайської історіографії, яка значально намагалась, взагалі, початку Второї мирової війни, як не странно, здвинуть на 31-й год, коли Японія... Покупати в мажорі. Да, да, ограниченне вторження, як його називали самі японці. Але потім, коли стало очевидно, що все-таки не хватає критериїв ще для мирового конфлікта, то вони, чітко кажуть, про ілю, 37-го року. Тобто, коли Японія полноценно вторглась, да, без объявлений о війни, але, дійсно, з широкими целями, і Китаю оказывали поддержку огромное количество стран, точно також, як і Японська імперія. Це точка імеє право бути, але все ж, я думаю, що следует отнести к 42-му году. І тут, наверное, один із дуже важних моментів, в тому, що іменно до 42-го року регіон Юго-Восточного Азії напрямую не влияв на события на європейському континенті. А після цього, коли образувались коаліції, то фактично ця війна стала мировою з точки зрення, що один регіон дуже сильно влияв на другий. До цього ця связь така тесна, не прослежується. Тому, от как-то так. З приходом до влади Гітлера, це 33-й рік, було очевидно, що йде мілітарізація Німеччини. Чому західні держави, зокрема західні демократії, тому що ми знаємо, що в Італії фашисти були при владі з 22-го року, не зупиняли цей процес, не дивлячись на версальські мирні уходи, які були заключені по результатах Першого світового. Западним разведкам, на самом деле, було задолго до прихода нацистів к власть известно, що милітаризація Германии проходила і во времена Веймарської республіки, особливо після 22-го року, коли Германия підписала Рапальський договор з Советським Союзом з целью на території СССР построити военні полигони для испытання военной техніки. Разведка дуже багато свідоми перехватувала. І теж вопрос, почему не остановили Германию в 20-е годи? Хоча це було вполне очевидно і доволі такі достоверні свідини, як ми зараз знаємо, допустим, з британських архивів, які були відкриті, секретні матеріали в 2017 році, щоб це було відзвісно до Гитлера. Почему? Ну, ви знаєте, в-первых, осознання угрози було, якщо брати ту ж саму Великобританню, і со сторони консерваторів, і со сторони лейбористів. Це нам зараз часто внушають, що Черчилль був такий принципиально завжди антинемецки настроєнним, а вот другие хотіли з Германией зробити, угрозу осознали сразу. Вопрос, що робити? І вот цей вопрос, що робити, він, розрішення, відповідно на нього чіткого не було. А в той момент, коли Германия пошла в Абанк в 1936 році, Європа просто оказалась не готова к війни. Якщо взяти ту ж Францію, вона затратила колосальні суми на лінію Мажино, тобто, грубо кажучи, на тот сценарий оборонительной війни, ну, ви ж понимаєте, оборону Германию не сломиш. А наступати ніхто не був готов, і психологічно. Ви ж понимаєте, Франція, Британія, які були гарантами Версальської, Вашингтонської системи, тобто, залишли були зупинити Германию, це люди, переживши травматичний опит бойни Первої мирової війни. Втянути і убедити мирове сообщество, що необхідна нова війна, сил не хватило. Ну, а які санкції застосовувалися до Німеччини в цей період? Ну, ви понимаєте, по большому счету, до 1938 року, коли не відбувала Хрустальна ніч, тобто, дійсно, обозначилися... Це єврейські погроми. Да, єврейські погроми, ноября 1938 року, коли стало очевидним радикальний антисемітський курс Германии. Да, санкції вводилися, економічного характера і так далі, але к тому моменту було поздно, тому що промышленность, преодолев економічний кризис, запустила на полный оборот военне строительство. І здесь, кстати, дуже часто упускають з вида один момент. Германии удалось к 1936 року, ну, вообще, к началу гражданської війни в Іспанії, полностью, в якій Германия активно участвовала, известно, на чій стороні, на стороне Франка, она змогла радикальним образом перевооружити Люфтваффе. Появился Містершмитт-109, то есть тот істребитель, который должен был завоевать господство в воздухе, і нічого равного у англичан і французів не було. Кстати, одна із причин Мюнхена – це неготовність к воздушній війни. Потому що концепція ДУЭ, яка домінировала в 30-е годи, о тому, що авіація може самостоятельно, без сухопутних войск, пореалізувати экономику другой страны, промышленность і так далі, ми-то понимаємо, що она була ошибочной по итогам. Тому що стратегічні бомбардіровки не поставили Германію на колені. Да, вони сильно повредили, але самим цим фактом виграти війну у Германии було невозможно. І коли Германия пошла ва-банк, ні одна із країн не казалась готова «Воздішній війни нового типу». Раф, британский аналог Люфтваффе, имав усторівші самоліти, і Чимберлен страшно боялся... Це прем'єр-миністр. Прем'єр-миністр Великобританиї, він страшно боялся налітів на Великобританню, і Генштаб йому в середі сентября 1938 року, т.е. буквально за дві недели до Мюнхена, він йому доложив, що в перший день Германия нанесет удары по Лондону і погибли 600 тисяч чоловік. Т.е. представте себе, взяти на себе відповідальність, розвігати війну против Германии. Він не мог. Опять ж таки, ці прогнози оказались ошибочними. Блиц против Лондона і вообще стратегічні бомбардіровки Великобританиї, начиная сентября 1940 года і по май 1941 года, внесли жизни 60 тисяч. Т.е. действительно, Германия смогла создати очень сильную устребительную авіацію, но не смогла создати стратегическую авіацію. Но осознание угрозы было колоссальным. И психологически никто не был готов взять ответственность за такие колоссальные жертвы. Ну, власне, якщо відштовхватись від традиційної дати початку Дорогої світової війни, це 1939 рік, з вашої точки зору, не дивлячись на те, що ви сказали, чи були шанси зупинити Гітлера, зупинити Німеччину в 1936, 1937, 1938 роках? Ну, я думаю так, что 1938 год, после того, как произошла утечка информации по плану ВАЙС, план нападения на Польшу, Германию, точнее не сам план, а те подготовительные меры, которые производили немцы, то есть стягивали войска, проводили скрытую мобилизацию и так далее, вот март-апрель, и то, что завершило, собственно говоря, уже принятием четкого плана, шанс был, шанс был летом 1938 года, и британцы, французы попытались его использовать на так называемых августовских переговорах в Москве, но там произошла какая ситуация, степень недоверия был колоссальной, отношение к Советскому Союзу страны западных демократий после большого террора 1937-1938 года было в высшей степени подозрительным, то есть когда сталинизм показал свое лицо. Напевно, ранее так уж. Безусловно. Голодомор, события 1933 года, тут очень главный прагматический был момент. В 1937 году дело военных, когда арестовывается Тухачевский и целая группа видных военачальников, которые считались на Западе, ну таким вот эталоном советского военного искусства, я не говорю, насколько это было реально, ну у них был такой имидж. И представьте, их арестовывают, обвиняют в военном заговоре, якобы они хотели узурпировать власть, сместить Сталина и так далее, и так далее. И Сталин показательно уничтожает целую плеяду военачальников, которые на Западе воспринимались позитивно. И после этого, когда и генштабы Франции, и генштабы Британии обсуждают потенциальный союз с Советским Союзом, то вывод был такой, Красная Армия небоеспособна, поскольку она обезглавлена. Поэтому они приехали в Москву на переговоры, но было же очень много вопросов. Как вести войну, допустим, в ситуации, когда, как может Советский Союз вступить в войну с Германией, если нет общих границ? Соответственно, надо предоставить коридор через Польшу. Поляки, естественно, такой коридор, согласно, не были по понятным причинам, потому что никто не хотел Красную Армию иметь на своей территории. Переговоры зашли в тупик, и когда Ворошилов, нарком обороны Советского Союза, поставил вопрос о подписании конкретного договора, выяснилось, что те деликации не имели полномочий. То есть, их задачей был зондаш. Что может нам предложить Советский Союз, что мы можем четко говорить, и в какой степени Советский Союз готов гарантировать, что после окончания войны с Германией он идет с территории Польши. А таких гарантий Советский Союз не дал, и в конечном итоге все эти делегации уехали оттуда, и тем самым, в общем-то, открылось вот это вот окно овертона к Пакту Молотова-Риббентропа. Ну, а когда взагалі начался этот процесс сближения между Немеччиной и Радянским Союзом, адже, известно, что, например, в период гражданской войны в Испании, это 1936-1939 годы, фактически ишло противостояние, скажем, того же Радянского Союза и Гитлеровской Немеччины. Понимаете, тут об этом очень много написано, я не буду подробно останавливаться. Вообще, если суммировать достижения современной западной историографии по этому вопросу, то я бы сказал так, что идеологически Сталин с Гитлером сблизиться были готовы давно. Был другой вопрос, что был идеологический груз, который не позволял очень просто объяснить тем же европейским коммунистическим партиям, которые были пронизаны антинацистской риторикой в 30-е годы, это был их идеологический конек, что мы вот тут сближаемся. А Советский Союз был в глазах западных компартий, первой стороной победившего социализма, эталоном и так далее и тому подобное. Сталин не мог с этим не считаться, потому что ему нужна была поддержка. Скорее, пакт был вот именно не идея сближения, а конкретный пакт, договор, в котором было в подробностях прописаны какие-то там дальнейшие действия, он был в значительной степени ситуативным. Западные делегации уезжают оскольких, мы знаем, что США фактически вело такую политику не втручения в европейские справа на тот час. Единственный шанс с моей точки зрения был в середине сентября 1938 года, когда Германия предъявила Чехословакии ультиматум, что, в общем-то, открыло дорогу на Мюнхен, Мюнхенское соглашение. Но тут была, тут, понимаете, я хочу сразу в сознании людей убрать один миф, советский, укоренившийся миф о том, что в тот момент Советский Союз очень хотел помочь Чехословакии, но опять-таки как помочь Чехословакии нет общих границ, значит надо пропустить войска через Румынию или Польшу, Румыния там как-то еще была готова и так далее, Польша никак, но западные так сказать демократии вот сплоховали в этом смысле и вот был шанс. Шанс был, но была проблема в другом, что это была политическая риторика, дипломатическая советская о готовности поддержать Чехословакию, а в свете современных документов военного планирования 30-х годов мы не видим ни одного военно-оперативного плана по ведению боевых действий с Германией в поддержку Чехословакии. То есть я подозреваю, что это был советский блеф. То есть мы хотим Чехословакии помочь, а где военный план? Где план мобилизации? Где план оперативного развертывания? Где план переброски войск? Где планы работы железных дорог? Это колоссальные труды. То есть этот план изобрести было точка зору, пусть я приведу пример. В 21-й год проходит лондонская конференция, на которой присутствовал известный западный экономист Кейнс. И после того, как он вышел с этой конференции, он ужаснулся. На этой конференции победившие страны Антанте обязали выплатить Германию, которая фактически была в состоянии экономического кризиса тяжелого. В руинах как раз не была, потому что Германия закончила войну в тот момент, когда не было ни одного вражеского солдата на ее территории. Представляете, вас принуждают фактически... Это все-таки переношу дорогу святого на первую трошку. Тут да, не надо путать. И вот на этой лондонской конференции обязали Германию выплатить репарации, при том, что в Первую мировую войну нельзя сказать, что виновата была одна Германия в ее развязывании. Ну, фактически там австеросердские конференции... Там Российская империя была очень сильно заинтересована. Там багато, багато. Однозначно повесили ответственность на нее и принудили ее выплачивать репарации в размере 132 миллиардов золотых марок. Последняя выплата должна была состояться, вот угадайте, в каком году? Ну, честно, гадать не буду. 2010 год. 2010. То есть 9 лет назад. При таких условиях невозможно было Германии оставаться в таком унизительном положении. Поэтому, естественно, англичане и французы... Другой вопрос, что нести ответственность и быть виновным это разные вещи. Виновными я их не считаю, но ответственность они безусловно несут. По поводу Чехословакии они тоже несут ответственность в плане не оказания помощи. Но, с другой стороны, объективно их армии в 1938 году не были готовы противостоять Германии. Вот в плане активных боевых действий вот просто по факту готовы не были. А Чехословакия эффективно сопротивляться в одностороннем порядке она не могла. Очень часто пишут о очень сильных укреплениях на ее чехословацко-немецкой границе. Да, это были сильные укрепления, но главные укрепления проходили в Судетской области, на которую претендовала Германия, где большая часть были этнические немцы. И какие бы там ни были укрепления, с таким тылом воевать успешно было совершенно невозможно. Пакт Молотова и Риббентропа. серпень 39-го года. Что это было? Если провести параллели, очень часто проводят параллели с Мюнхеном, частично они уместны, но это была все-таки разная вещь. Там западные демократии не были готовы воевать за Чехословакию, и они думали, что Германия, захватив Судет и на этом закончит, они ошиблись. В марте 39-го года всей Чехословакии не стало. Но англичане и французы по сути ничего территориально не приобретали по Мюнхену. Они только отсрочили войну на год и, кстати, использовали довольно-таки эффективно. Пакт Молотова и Риббентропа был чем-то похож на Мюнхен с точки зрения сталинского нежелания ввязываться в начинающуюся европейскую войну. Ну, почему? Потому что шла реорганизация армии, он объективно понимал, что воевать, особенно он был автор чисток, и он прекрасно понимал, какой урон его политика репрессий нанесла командному составу Красной Армии. Другой вопрос, что принципиальным образом, и тут не следует путать, отличает пакт от Мюнхена, тут были территориальные захваты. То есть тут был секретный протокол, который всплыл только после Второй мировой войны, а Советский Союз признал вообще его существование при Горбачеве в 89-м году. То есть советская историография вообще напрочь отрицала наличие такого секретного протокола к пакту, где были четко прописаны те страны, которые отдаются на откуп Германии и которые отдаются на откуп Советскому Союзу. Там были потом поправки после 28 сентября, когда уже фактически Польшу разгромили, был подписан договор о совместной границе, которая появилась между Советским Союзом и Германией, но принцип оставался такой. Восточная Европа по сути отдавалась на откуп по большей части Сталинскому Советскому Союзу, после чего началась череда экспансий, вторжений, начиная с 17 сентября 1939 в Польшу, Советско-финская война, потом анексия Балтийских государств, анексия Буковины и Бессарабии в Румынии, ну и так далее, и так далее. В этом смысле они отличаются принципиальным образом, это моя позиция. Если снова говорить о пакт Молтова и Риббентаропа, сегодня вважают особенно в европейской, насколько я знаю, даже таки общественные свидетельства, даже не историографии, что СССР и Немечка в ревном ступени виноваты в связи Другое святое война. Чи сгодны вы с этим? Опять-таки, ответ на этот вопрос зависит от нашего методологического ориентира, с чего мы начинали сразу. Если мы считаем первое сентября, дату началу Второй мировой войны, тогда получается да. Если все-таки как мировая она началась позже, тогда нет. Другой еще момент, нам надо очень четко понимать, что план ВАЙС, план нападения Германии на Польшу не ставился в зависимость от позиции Советского Союза. То есть в плане ВАЙС вообще ничего не говорится о том, а что будет делать при этом Советский Союз. То есть даже если бы не подписали пакт Молотова-Риббентропа, нам доподлинно известно, Германия бы в любом случае напала бы на Польшу, а Англия и Франция как гаранты ее территориального суверенитета и так далее объявили бы войну. То есть да, Сталин виноват, Сталинский Советский Союз естественно несет за это ответственность, но я говорю о том, что если брать 1 сентября как дату начала Второй мировой войны, то Германия напала бы на Польшу вне зависимости от Советского Союза. Это бы к чему-то привело в любом случае. У первой месяце, у первой 2-й годы Другое святое война 39-41 рік фактично все краяны Европы, которые не были фашистскими или нацистскими, или как в Испании это были фалангисты, опинились под владой нацистов. Почему так сталося? Очень люблю этот вопрос. Вы понимаете, немцы изобрели новый тип военной технологии, и это не просто вот знаете такие заявления в учебниках по истории, вот они там понимали, как использовать танки. Понимаете, это не просто, они создали уникальные структуры нового типа поведения и маневренной войны. Танковые дивизии, моторизованные дивизии, то есть где не просто они понимали, что танки это что-то другое. Это понимали прекрасно все, что танки меняют облик войны. А вот в каких структурных и организационных вот таких вот компонентах их эффективно использовать, что такое глубокая операция, то есть когда танковая дивизия проламывает фронт и сносит всю линию обороны на глубину в 300 километров, такой технологии до этого просто не существовало. Они создали инструменты, которые позволяли это делать. Они были первые, аналогов в мире у них не было. То есть когда мы говорим, что Франция пала, или там Бельгия, Голландия, потому что там они не хотели воевать, то есть они морально, идеологически были не готовы воевать и предпочли капитулировать, это не соответствует действительности. И французы сопротивлялись до последнего, как могли, но противостоять этой новой технологии они не могли. Второй компонент, на который вообще практически никто не обращает внимания, даже из военных историков, у немцев была очень уникальная модель комплектования вермахта. К 1939 году, когда они развязали войну против Польши, у них было примерно 102 дивизии. Из них 51 дивизия была всегда полностью отмобилизованной. Даже в мирное время она имела полные штаты. То есть, я к чему говорю, что в мирное время обычно дивизия, имеющая 15 тысяч, имеет тысячи полторы человек кадрового состава, а остальные вливаются в эту дивизию по всеобщей мобилизации. У немцев было 51 дивизия в полных штатах по 18 тысяч человек. То есть, они могли стать силой вторжения в первый же день войны без мобилизации. А мобилизация это и есть война. То есть, если кто-то начинает мобилизацию, сигнал все, пахнет жареным. Немцы вторглись в Польшу, не проведя мобилизации. Отсюда была внезапность. И мобилизацию формально они начали только 1 сентября. То есть, мой ответ такой, новая военная технология, которая парализовала Европу, парализовала в 1941 году и Красную армию. Не могу не поговорить про наши реалии. Відомо, что вы, как историк, занимаетесь, зокрема, реконструкцией 7-го зала Днепропетровского исторического музея, что присвечено Другой святой войне. Чи есть понимание того, какой будет эта зала? Да, концепция создана. Урегулированы все моменты по 9 тематическим блокам, которые у нас там будут представлены. От эскалации 30-х годов фактически мы закончим событиями уже Российско-Украинской войны 2014 года. В том смысле, как произошло на нашем современном этапе, когда к нам пришла уже война, как мы теперь воспринимаем Вторую мировую войну и как мы это можем показать в музее. То есть, как мы можем вот эту вот ниточку от событий 30-х, 40-х годов дотянуть до нас и отрефлексировать и каким образом вести просветительскую работу со школьниками, с разными социальными группами. Потому что до 2014 года политика памяти и вообще музейная политика находилась в состоянии болота. События 2014 года привели к тому, что мы не можем оставить наше прошлое вот просто так. Я не буду спойлерить, когда седьмой зал будет собран, мы вас обязательно пригласим. А пока 25 октября этого года приглашаю на временную экспозицию, где мы попытаемся показать город в период войны, Днепропетровск, на основании уникальных фотографий и экспонатов, которые до этого не выставлялись в музее. И посмотреть на реакцию вообще людей, как, то есть, такой мониторинг, что люди думают по поводу вот нашей концепции, но только вот в уменьшенном виде. Что ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні мы спілкували с историком Олександром Маринченко. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин